Эти специалисты диагностируют и лечат заболевания дыхательной системы от бронхитов до абсцессов легких. А с приходом пандемии коронавируса именно они оказались наиболее востребованы. Коллектив ковидного госпиталя строился, конечно, на основе пульмонологов, которые задали тон, помогли и показали, как лечить респираторных больных, потому что остальные специалисты не были к этому готовы. Мы консультировали очень много пациентов по краю в составе консультативного центра. Мы дежурили круглосуточно. Несмотря на пандемию, пульмонологи продолжили вести и плановый прием. Софья Пасохина только недавно окончила ординатуру, а уже сейчас за на ее ответственности четыре палаты. И в каждой из них до пяти пациентов. Учитывая нагрузку, коллеги всегда помогают молодым врачам-советам. Был самый сложный случай. Это был как раз постковидный пациент, пациент, находящийся на гемодиализе, с сахарным диабетом, с хронической болезнью почек. Вот все это в совокупности ухудшило его состояние. Поэтому пришлось обратиться за помощью к Дине Владимировне. На данный момент мы выписали этого пациента. Он здоров. Сергей Искуснов – пациент пульмонологического отделения. Мужчина почувствовал, что ему становится тяжело дышать, обратился в поликлинику, а уже оттуда наскоро его отправили в пульмонологию. «Пришел сюда, с меня выкачали с легкого полтора литра жидкости, с одного легкого. Полтора литра. Ну, все, задышал, прям самочувствие хорошее. Ну и начали мне всякие вот ингаляции, вот, колы. И все, я вот сейчас теперь себя чувствую прекрасно». Именно к такому результату для всех пациентов и стремятся пульмонологи. Свой праздничный день они, как и всегда, встретили на рабочем месте. Но это их совсем не расстраивает. Ведь здоровье пациентов, говорят, важнее всего. Артем Гусельников, Дмитрий Денисов. День с толком.